Здравствуйте, меня зовут Василий Бакула, я являюсь руководителем проекта Havk и хочу вам немного рассказать о взаимодействиях гейм-дизайнера с командой. Сам я на проекте уже практически два года, проект достаточно известный в своем жанре, это шутумап про самолетики Havk, но до того, как стать собственно руководителем этого проекта, я был обычным гейм-дизайнером, когда пришел, причем совсем новичком, то есть я до этого в индустрии гейм-дизайнером не работал. Наш проект уже достаточно старый, у него был старт в 2017 году, и когда я пришел в 2019, набирали новичков, тогда попал я и еще два новичка, собственно, дизайнеров. На момент моего прихода в команду было пять опытных дизайнеров, три у нас новичка и руководитель команды Иван Корыстин, он был тогда руководителем проекта. Но к концу 2019 года назревали у нашей студии новые проекты, и часть команды отправилась на покорение новых вершин. Руководственно себя принял мой предыдущий собственно руководитель Илья Батищев, он был тоже, как и мы, дизайнером, но только более опытным, и очень хорошо знал проект, и в целом у него были все перспективы грамотно руководить таким большим проектом. С основным нашей командой небольшой, то есть осталось три дизайнера, и, собственно, наш руководитель Илья получили в распоряжении большой проект с непростой экономикой, очень наполненный в плане контента, и развитие этого, собственно, проекта легло на наши плечи. Собственно, мы поделили, так скажем, заочно зону ответственности среди нас, дизайнеров, по следующим параметрам, что я занимался монетизацией и ивентами на проекте. Егор Самасудов занимался, это вот как раз один из новичков, который пришел вместе со мной, уровнями и контентом, и один из старых дизайнеров, который имел очень обширный опыт в проекте, делал невероятно крутых боссов, кучу разных мобов, он занимался конкретно этим. Но есть одна оговорка. Мы всегда умели делать что-то смежное, то есть я мог также пойти и мобов поделать, мог и уровни поделать, и также все остальные дизайнеры подходили к вопросу замены, если вдруг кто-то заболел достаточно профессионально, как минимум на среднем уровне. Сейчас я расскажу вам коротко, о чем пойдет речь в презентации. С нашей командой я вас немного познакомил, собственно, описал, кто там у нас был и кто какие роли выполнял. Дальше мы поговорим о личной ответственности и дисциплине внутри команды, о трудностях, которые становятся мотивационной лестницей для дизайнера, о взаимодействиях с куа-инженерами, как с ними работать слаженно и чинить оперативно баги, о взаимодействиях с программистами, о том, какие джедайские приемы они нам передавали, о взаимодействиях с художниками, как ставить задачи художникам, как их правильно описывать и с какими трудностями мы, новички, сталкивались, когда работали с художниками. Немного о аналитическом подходе к фиче и, соответственно, об этом пойдет наша речь дальше. По поводу личной ответственности. У нас на проекте есть система фичеовнинга. Она устроена таким образом, что всегда выбирается ответственный за производство, качество и реализацию той или иной части игры. То есть, будь то выпуск ивента, выпуск какого-то контентного патча, мы всегда определяем, кто берет на себя зону ответственности за определенный кусочек игры. И самое важное в реализации этих фичей – это дисциплина внутри команды. И дисциплина всегда диктует несколько незыблемых правил. Первое – это всегда соблюдай качество. Второе – это всегда соблюдай сроки выпуска контента. И здраво пользуйся фичекатом. Ну, фичекат – это уметь отрезать все, что можно сделать потом или не сильно повредит производство фичи в дальнейшем. То есть, в том или ином виде выпустить эту фичу на бой, чтобы она удовлетворяла минимальным требованиям. Бывает часто такое, что вы задумали очень классный дизайн, его прекрасно расписали, но из-за того, что нужно успеть в сроке, приходится от каких-то вещей отказываться. Ну, либо потом их, собственно, доделывать. По поводу ответственности еще могу сказать, что каждый из дизайнеров должен понимать и следить за своими фичами. То есть, мало того, что ты берешь на себя определенное обязательство сделать это в срок, в хорошем качестве, но тебе и в процессе для того, чтобы не возникло проблем по итогу, нужно наблюдать за процессами, которые происходят, собственно, во время разработки. То есть, тоже это работа и с таск-менеджерами, и смотреть, как взаимодействуют другие отделы, все ли всем понятно в вашем дизайне, понимают ли программисты там друг друга и вас в том числе, и постоянную коммуникацию держать. То есть, уметь выделять на это время и дисциплинировать себя, проверять каждый раз, на каком этапе и в каком состоянии у вас находятся ваши фичи. Дальше хочу рассказать о трудностях, которые у нас возникали в процессе, и о том, как эти трудности, собственно, помогают расти. Под капотом игровой разработки всегда все сложнее, чем на словах я вам рассказываю. Перед тем, как, вернемся чуть назад, перед тем, как передать дела Илье Батищеву, нашему прошлому, собственно, лиду, мы вместе с другими дизайнерами из других проектов смежных создавали очень объемную фичу, так называемый универсальный ивент. Достаточно уникальная игровая фича, очень объемная, в нее включаются батлбассы, игровая механика с уровнями, очень много визуала, очень много UX. То есть это очень объемная фича, как в плане дизайнерской работы, так и в плане работы других отделов. То есть даже настроить какие-то базовые вещи, это было достаточно трудоемко и поначалу проблематично, потому что это было все новое для нас. И первая версия этого ивента была завершена колоссальными трудозатратами всех, абсолютно всех. То есть это был титанический труд, но мы достойно справились с этой задачей. И первое, что двигало в моменты, когда прям ты сидишь уже и думаешь, ну все, сейчас вот мы ничего не успеем, все плохо, все пропало. Очень мотивировал спортивный интерес в плане того, что, допустим, я новичок был, я туда пришел и увидел для себя новые вещи, которые я никогда в своей жизни не делал. И я понимал, что мне нужно взять и в этом разобраться. И одной из мотиваций тогда было это вот, а как оно устроено? А вот я себе поставлю личный челлендж и все-таки пойму, как это реализовать для игроков. То есть самовызов, он очень помогает тебе развиваться как дизайнеру, когда на тебя сваливается очень большой объем работы, каких-то трудностей. Это очень мотивирует в дальнейшем в работе. Ну, в целом, я могу разделить мотивацию по трем пунктам, которые, например, лично меня мотивировали в сложные моменты игровой разработки. Первым главным моментом, как я уже и сказал, это поиск челленджа для самого себя. То есть вам пришла какая-то задача, вы ее разбираете, смотрите, ага, вот это я никогда не делал, мне страшно, я там боюсь, что у меня не получится. Эти мысли отметаете, говорите для себя, что я это сделаю, я узнаю, на какие этапы разбить эту задачу, чтобы сделать это качественно, я сделаю это в срок. И тогда у вас вот первая ступенька мотивации для выполнения своих задач появится. Вторым мотиватором являлась здоровая конкуренция. Сейчас поясню, о чем я. Ну, то есть у нас есть команда дизайнеров, все умеют что-то делать хорошо, кто-то умеет что-то делать лучше других. И ты так смотришь, думаешь, ага, вот там ребятам делают класс на уровне. Блин, я не хочу от них отставать, но я хочу, чтобы как они для меня являются примером, я для них стал в дальнейшем таким же, то есть сделать круче, чем они. Вот выработка этой здоровой конкуренции внутри команды очень хорошо влияет на ваше развитие как дизайнера в дальнейшем. И причем не с позиции, что вот ты сделал хорошо, а я сделал еще лучше. Нет, нужно подходить к этому здраво и всегда говорить, что блин, вот ты меня вдохновил сделать еще круче. Вот смотри. То есть подходить вот именно с таким зрением на эту проблему. И третьим аспектом это стали сами коллеги. То есть, чтобы вы понимали, когда дизайнер работает над своими задачами по линии в дальнейшем, получается так, что на тебе завязано очень много других отделов. То есть это сначала отдел артовиков, которым ты заказываешь, арты для своих там самолетов, уровней. Это программисты, у которых ты заказываешь механику. Это коэ-инженеры. И если ты где-то свою работу выполняешь некачественно, страдают абсолютно все отделы. То есть вы то ключевое звено, которое отвечает за налаживание всего процесса. И эта мотивация очень сильно поднимает боевой дух. Это такой, блин, надо сделать хорошо, чтобы остальным дошел продукт в очень хорошем качестве, чтобы они понимали, над чем они будут работать. И финальный результат от этого очень классно поднимается в качестве. Так. Дальше я вам, собственно, хочу рассказать о взаимодействиях с Куа. Сейчас, секундочку. Вот. О взаимодействиях с Куа. Забыл одну вещь, интересно вам рассказать. По поводу еще от коммуникаций и точках роста внутри команды дизайнеров. Лично вот мне всегда помогало расти и справляться с большим количеством трудностей. Это постоянная коммуникация внутри команды. То есть мы всегда устраивали брейнштормы для фичей. Мы всегда старались обсуждать какие-то новые игровые нововведения, которые мы делаем для игроков. И в нашей команде сложился такой очень уютный климат, при котором любые возникающие трудности мы решали сообща. То есть каждый из нас не находился в вакууме, когда-то выкинут на борьбу с самим собой и не зная, что делать. То есть мы всегда здраво помогали друг другу. И вот ощущение твердого таларического плеча очень успокаивает в сложные моменты и помогает в работе. После этого я, собственно, хочу перейти к взаимодействию с нашими КОА-специалистами. КОА-инженеры – это ребята, которые проверяют нашу игру, следят за тем, чтобы у нас там не было багов, чтобы мы не стреляли сами себе в ноги. И они этим занимаются денно и периодически, даже ночно, когда мы сильно косячим, за что им большой почет и уважение. Они нас терпят, они видят, что мы, да, бывает косячим, но они ставят нам задачи на исправление всего этого. Например, я в начале своего пути, когда только был начинающим геймдизайнером, очень много опыта и знаний о проекте получил от КОА-специалистов. То есть это были те, кто меня направлял еще совсем зеленого спеца в решение ошибок и изучение самого проекта. Для меня даже сейчас КОА-специалисты являются теми людьми, которые намного глубже в некоторых моментах понимают наши внутренние механики, потому что для проверки нужно знать иногда даже больше, чем сам дизайнер. То есть не только с точки зрения, как это должно работать механически, но и с точки зрения даже кода, как это периодически исполняется. Основное взаимодействие с КОА – это установить, что обе стороны, то есть и вы, и КОА-специалист на равном уровне понимаете то, над чем вы работаете. То есть если приходят, ну, как у меня лично было, я был молодым специалистом, который пришел с новой фичой, говорю, вот смотри, классный дизайн, все, но я ничего не понимаю в программировании, вот подскажи мне, как здесь нужно. И он мне объяснял, что там для тестирования нужно такие-таки пункты выполнить, что вот на вот это обратить внимание. И, соответственно, я перенимал от него больше экспертизы в тот момент. Но есть и обратная ситуация, когда я уже поднаторел в проекте, когда я уже начал больше разбираться в аспектах механики программирования, я уже к КОА приходил и рассказывал, смотри, вот у нас есть дизайн, есть небольшие нюансы, о которых я вот хочу рассказать о сборке, например, то есть как это на уровне логики устроено в Unity. И, соответственно, КОА передавал уже я экспертизу. И это очень классный метод, который помогает вам находиться всегда на одном уровне с коллегой. И тогда вы не пропустите моментов, которые могут быть богоопасны. И они увидят какие-то неочевидные баги, которые могут возникнуть в процессе разработки. Второй момент – это оперативное донесение информации о багах от КОА до дизайнера. Всегда, когда тебе приходит КОА, не откладывай в долгий ящик разговор с ним, потому что некоторые вещи, то есть ты посчитал это не сильно значительным, пока ты молодой, не сильно можешь оценить риски того или иного бага. Ты приходишь, выслушиваешь его, получаешь от него полноценный фидбэк, что вот на этом-то этапе у нас что-то ломается. Не откладывай это на потом, что ты сделаешь это в конце разработки. Выдели время, если это не заберет у тебя весь день. Сядь, почини и отпишись, что баг починен. Потому что в дальнейшем это с вами сыграет злую шутку. И когда уже конец разработки, все в мыле очень много вещей, даже КОА могут из-за того, что поток багов, к примеру, большой по большой фиче просто пропустить. И критическая вещь, которая ушла на бой, это будет уже даже ваша ответственность больше, чем КОА. Он задачу на вас поставил, но вы посчитали это не слишком важно. Вот. И от КОА еще всегда, ну, от наших КОА это был понятный ВТР. ВТР это что необходимо сделать, чтобы наролить баг по новой. Ну, чтобы ты увидел, что этот баг существует и при каких условиях он, собственно, появляется в игре. Если будет понятный сценарий того, как тебе это, соответственно, наролить, то ты глубже будешь понимать проблематику, проблему. То есть, возможно, из-за того, что у тебя в логике построения того или иного элемента игры есть ошибка, то возникает проблемное место. То есть баг не всегда бывает про то, что вы сломали. То есть ВТР описывает, что вот, например, ты вылетел на уровень, там самолет перестает стрелять. Ну, ты такой думаешь, блин, это, конечно, плохо. А когда расписанный ВТР, например, самолет перестает стрелять на таком-то уровне, при, там, такой-то сборке артефактов на нем, при такой-то закачке, ты уже начинаешь смотреть, ага, может, какая-то из механик тебе ломает логику игры и из-за этого, соответственно, баг происходит. То есть основное, также взаимодействие с КОА для всех нас – это коммуникация постоянная и не откладывание в долгий ящик возникающих проблем. То есть старайтесь решать их по мере поступления. Далее я хочу вам рассказать о нашем взаимодействии с программистами. Для меня программисты – это всегда были, да и остаются такими джудаями, которые умеют много, делают круто, и многие вещи даже до сих пор непонятны, особенно серверные программисты, то, что они делают для меня иногда как шаманизм и танцы с бубнами. Но в целом у меня есть понимание, что серверные программисты занимаются взаимодействием клиент-серверной части. Ну, собственно, кто такие программисты и какое разделение, например, у нас на проекте есть. У нас есть клиентские программисты, те, которые отвечают за все то, что происходит у игрока на его клиенте, и серверные программисты, которые отвечают за то, что как игрок взаимодействуют своими запросами с нашим сервером. Ну, то есть покупает валютку, на клиенте это нельзя сделать. Соответственно, с сервера какая-то информация приходит о покупке этой валюты. И, собственно, программированием всего этого занимаются серверные программисты. По началу, когда я, собственно, опять же был молодым специалистом, вернемся к этому, один из людей, который очень помог мне в моем становлении как хорошего дизайнера, как ни странно, был лид программистов Макар Асокин. Он один из специалистов, который умел очень понятно, доходчиво и вкратчиво объяснять абсолютно все, связанное с механиками на нашем проекте. Он всегда находил время для меня, всегда помогал в решении сложных проблем. И поначалу, когда я еще не совсем понимал, как с оглядкой на программистов писать дизайны, он помогал в понимании написания технической части дизайна. То есть, когда дизайнер пишет, что я вот хочу, чтобы эта механика работала вот так, он не совсем понимает, что у нас в самом проекте сложились определенные уже паттерны поведения, есть сложившийся там пул механик, который используется. И дизайнер может даже не знать о том, что эти механики уже реализованы, и можно заказывать нового. И общение с программистами очень благотворно влияет на понимание дизайнера с тем, что у нас есть в проекте, и с тем, как лучше придумать реализацию того или иного, той или иной механики в игре с точки зрения именно кода. Большое спасибо Макару Асокину, еще раз хочу сказать, за его наставление, за его выделенное время в процессе обучения. То есть, когда ты молодой специалист, для тебя достаточно проблематично влиться в понимание логики сложных вещей, то есть, даже когда ты не работал с этим до этого. А программист – это тот элемент, с которым вы, взаимодействуя, можете прийти к очень элегантным решениям по трудозатратам временным и по тому, как это будет реализовано в дальнейшем, и где это можно будет использовать потом. То есть, вы придумываете не только механику, которая будет работать конкретно на вашей фиче, а которая, возможно, потом будет использоваться много раз в других аспектах игры. Плюс понимание технической части самого проекта для дизайнера открывает двери для того, чтобы он писал свои дизайны более лаконично и более вдумчиво. Собственно, об этом и идет речь о взаимодействиях с программистами. А дальше мы перейдем к нашим любимым художникам. Прошу прощения. У нас сложилась такая тенденция, когда мы только пришли, у нас был достаточно мощный элит художников, который, собственно, начинал этот проект, стоял у его истоков. И из-за того, что мы еще не совсем были приспособлены, так сказать, как дизайнеры, у нас не было на старте культуры постановления тасков, очень многое на себя брал как раз-таки тот элит, за что им большое спасибо, но это сыграло с нами злую шутку. Мы, как дизайнеры, немножечко не научились ставить задачи на художников. И когда к нам перешел проект, вот как описывал прошлый спикер, мы ставили таск, ссылку на дизайн. Классно. Нет, это очень губительный подход и неправильно, потому что большие объемы информации, которые не нужны художникам для их работы, они через них продираются и выискивают то самое нужное для них и тратят на это очень много времени. То есть культура постановки задач на арт-отдел – это всегда красочное описание того, что вы заказываете. То есть никогда не стесняйтесь полноценно описывать то, что вы видите. Второй момент – всегда подкрепляйте это конкретными референсами. Чем больше референсов на свою идею вы предоставите, тем лучше вы получите результат, тем качественнее выполнят они свою работу. И третье – это всегда в дизайне плюс в тасках указывать то, как этот арт будет работать, то есть его функциональность в игре. То есть если это статичный баннер, то, естественно, художнику не нужно задумываться о том, что у персонажа на этом баннере будет двигаться рука или еще что-то. А если это, к примеру, новый самолет или противник, у него много движущихся частей, у него есть механика стрельбы, которая будет вписываться в общий арт. И подход тогда у художника будет совершенно другой. И если вы эти моменты не будете учитывать, то на выходе вы получите очень неудовлетворительный результат. Причем для вас. То есть художник свою работу выполнит хорошо, но то, что вы не донесли до него необходимые нюансы этой задачи, сыграет с вами злую шутку. Это, собственно, о взаимодействии с художниками. Дальше мы перейдем к разделу, в котором я вам расскажу про аналитический подход к фичам. Собственно, это один из наших последних пунктов. И в нем хочется сказать, как сделать хорошо и классно в плане эффективности ваших дизайнов и эффективности тех вещей, которые вы производите. Поначалу, когда я только начинал, опять же вернемся к этому, я смотрел, ага, вот как там игроку будет классно в это играться. Я сделал так, чтобы прямо он вообще сказал вау. И у меня было очень мало понимания, зачем я это делал в глобальном плане. То есть каждый элемент игры в первую очередь работает на то, чтобы заработать денег и чтобы эта вещь понравилась игрокам. Разбивая фичу на цели, конкретно на KPI, вы можете подробно и более вдумчиво написать дизайн. То есть, к примеру, возьмем самый базовый, например, вы делаете новые уровни. То есть зачем вы их делаете? Чтобы развлекать игроков. Зачем вы развлекаете игроков? Чтобы у вас определенные параметры, например, CCU – это количество активных игроков в день, было выше, либо там оставалось на той же позиции. То есть понимание того, на что влияет разработка вашей фичи, вам даст лучший пул объектов для решения этих задач. То есть понимая, какие проблемы вы этим решаете, вы лучше справитесь с своей задачей в плане дизайна. То есть первое, что вам нужно сделать, вот у вас есть задача, к примеру, повысить ретеншн. Ну, ретеншн – это когда игрок, собственно, удерживается внутри игры. То есть повысить удержание игрока внутри вашей игры. Вы понимаете, что чтобы повысить удержание игрока, вам нужно сделать что-то с вау-эффектом, что-то, что игрока прям зацепит, либо даст игроку какие-то планы, которые он будет реализовывать в будущем. То есть дать ему пул, допустим, целей, которые он будет добиваться в дальнейшем. И это нужно сделать, например, в начале игры. Или вы видите, что есть проблемы с монетизацией той же. То есть вы видите, что, например, у вас очень мало игроков платят в игру. Вы понимаете, что для того, чтобы игрокам было приятно платить вашу игру, чтобы сохранялись такие показатели, как удержание, ЦЦУ, такие параметры, как ретеншн, то есть вы эти моменты все в голове держите и понимаете, что, чтобы заработать денег, вам необходимо учитывать все моменты и не допустить оттока игроков. То есть подходить к решению своих задач таким образом, чтобы все цели, которые вы наметили, выполнились этой фичой и не были в огреху другим. То есть вы можете, конечно, сделать какую-нибудь мега-поверную штуку, которая будет продаваться за доллар. Да, ее все купят поначалу, но потом вы сами себе выстрелите в голову, и в дальнейшем вы не сможете адекватно развивать проект. Поэтому постановка TPI и декомпозиция самой фичи – это первое, что вы должны делать как дизайнер, когда приступаете к своей работе. Ну и в заключении хочу к своему пичу добавить, что очень помогло вырасти в плане дизайна и в плане команды. Это, собственно, сама компания, в которую я пришел. Без нее бы ничего не было. Это студия ITT, за что им большое спасибо. Это наш воронежский офис и, собственно, моя команда, в которой я нахожусь. Я их всех очень люблю, уважаю. Это лучшая команда, с которой я работал и работаю сейчас. Большое ребятам спасибо за это. Василий, тебе спасибо большое за доклад. Мы сейчас будем переходить к вопросам. Там есть несколько интересных. Но я вот что хотел спросить. Вначале сам ты рассказывал, что мотивация изначально – это то, что ты пробуешь что-то новое, то, чего никогда не было. Каждый раз выискиваешь какие-то новые фишки, не знаю, лайфхаки и вот это вот все. А у меня такой вопрос. А вот когда вот эта мотивация, она в какой-то момент пропадает или нет? То есть в какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты уже знаешь практически все о своей работе. Спасибо за вопрос. Очень интересный. Когда дизайнер уже получает достаточно много опыта, он ставит для себя уже немножко иного уровня цели. То есть он уже ищет не то, как это решить с точки зрения проекта, а как это сделать глобально круче. То есть ты уже начинаешь на новый уровень переходить в том плане, что раньше ты смотрел, ага, вот это сложно сделать механиками, а потом ты думаешь, ага, а вот чтобы эффективность повысить вот этой вот игрового процесса, что мне нужно сделать? То есть ты каждый раз все равно находишь что-то новое, более высокоуровневое для себя по челленджам. Ну, то есть повышение своих профессиональных навыков, условно говоря. Да, да, то есть ты всегда ищешь, а как тебе за счет, ну, как бы это, качественно не звучало, как тебе за счет фичи сделать себя круче. То есть это всегда такое есть у дизайнеров, то есть здоровая тяга к левел-апу, это круто. Ну, то есть собственный апгрейд. Да, собственный апгрейд, да. Неплохо. Я понял. То есть по факту мотивация как таковая, она не пропадает, она просто перерастает на новый уровень и уже немножко по-другому на это смотришь. Ну, тогда можем потихоньку перейти к вопросам, например, вопрос, что именно входит в технический игровой дизайн? Проскользнул вот в чате такой вопрос. Еще раз не расслышал. Что входит в технический игровой дизайн? В технический игровой дизайн входит то, как механики, ну, точнее, как ваша идея на уровне механик будет реализована программистами. Ну, банальный пример, то есть у вас есть там сундук, который вы будете продавать игрокам. У него есть шансы там рандомного выпадения предметов. И вы в техническом дизайне, зная, что у вас реализовано было уже, например, в игре, то есть у вас есть коробка, которая там рандомно дает игроку какой-нибудь ревард. То есть вы пишете программисту, используя там такую-то механику, мы реализуем вот такие элементы фичи. Если это что-то новое и еще не было в игре, то ты пишешь, что по такой-то логике будет развиваться, например, там ротация этих сундуков от дня ко дню. И максимально подробно, именно с точки зрения логики и вашего проекта, расписываешь, как это должно работать. То есть это по факту и есть он, технический игровой дизайн. Ну, технический игровой дизайн должен опираться на коды в первую очередь, то есть нужно понимание коды, как, допустим, программист это будет делать хотя бы на базовом уровне. И опираясь на эти знания, вы можете написать то, как это должно работать в вашей экосистеме игры. Понял, спасибо большое. И вопрос, конечно, злободневный. Насколько стало сложнее на удаленке взаимодействовать с командой? По поводу взаимодействия на удаленке, да, она внесла свои коррективы. Поначалу было очень тяжело, то есть это были большие стрессы, ну, лично для меня. Ты оторван от живого общения, но в дальнейшем, как я уже описывал, мы вот возродили очень добрую традицию. Мы созваниваемся, обсуждаем постоянно также какие-то новые фичи. У нас есть также добрая традиция по брейнштормам. И каждую пятницу мы всей командой Хавка собираемся в последний рабочий час в чатике и обсуждаем новости, произошедшие за прошедшую неделю. То есть общение очень важно ковидом, ковидом, конечно, но взаимоотношения терять нельзя. Нужно всегда общаться и этот момент не упускать из вида. То есть это очень важно в нашей работе. А, кстати, вот интересно, а в само общение оно происходит... Это такой вопрос уже даже скорее интересный лично мне, потому что во всех компаниях используют разные способы. Вот каким образом вы созваниваетесь? То есть в каких программах используете вебки или просто, не знаю, в чатиках? Это как происходит? Или это зум? Это зум на самом деле. Черт! То есть мы включаем камеры, садимся в зуме, все друг друга видим и такие... Я вижу живого человека, слава богу! Ну, понятно, понятно. Нет, это классно, это суперважно, потому что есть много примеров, когда все переходят просто в текстовое общение, и это немножко не то все-таки. Не такое даже оперативное. Иногда непонятно, что, например, человек тебе хочет сказать текстом, а когда ты с ним по видеосвязи, сразу все ясно, в принципе. Но это по моему опыту. Ну, это да. А были какие-то, не знаю, ситуации забавные, связанные именно с взаимодействием с командой? Ну, то есть что-нибудь такое происходило? Да у нас достаточно много всего интересного в офисе происходило. Но это слишком личные истории, их не хочется рассказывать. Но я хотел какую-нибудь услышать, которую можно. Я понимаю, что у всех такие истории происходят. Так, которую можно. Ну, а то, может быть, кто-то в чате, например, сидит такой и смотрит. Блин, ну они же сидят там за своими компьютерами, ничего интересного у них не происходит, чтобы разрушить этот миф. У нас всегда была традиция тоже, когда мы были в офисе, это совместный поход на чай. То есть когда ты с утра распланировал все вещи, мы выделяли 15-20 минут определенным кругом дизайнеров, там иногда с нескольких проектов выходили, и шли в столовую попить чайка, обсудить, что там произошло на проекте, и, соответственно, просто повидаться. Вот. А из такого прям совсем забавного, ну, слишком куларные истории приходят на ум, и о них нельзя рассказывать. Я понял, хорошо, но мне стало интересно. Вот, но тем не менее. Понял, спасибо. А вот насчет багов, кстати, вопрос. А бывает такое, что, например, какой-нибудь критический баг, но не супер заметный, вот прям болтается всю разработку игры, а в итоге его там только перед релизом ловят, или вот уже после релиза все замечают, такие, да как же так, мы это пропустили, как это вообще возможно? Ну да, конечно, такое бывает. Это такая, знаете, неизбежность определенная, потому что есть человеческий фактор, и он, его никак не избежать. Пока люди, соответственно, разрабатывают игры, а не машины, это в любом случае имеет место быть, но из-за того, что у нас достаточно профессиональная команда, у нас такие вещи случаются очень редко. Почему такое случается в основном? Это из-за того, что очень объемная бывает фича, которую разрабатывают. То есть настолько там много всего, что к концу разработки глаз уже у всех замыливается, включая там тестировщиков, дизайнеров, программистов. И когда вот вы выпустили все это, и что-то такое неочевидное всплыло, что влияет критически на игру, вы там за голову беретесь, думаете, да как вы это могли пропустить? Ну, в общем, без этого никуда. Главное, чтобы не очень критично это было. Да, и всегда оперативно просто на это реагировать. То есть не делать из этого огромную трагедию, но оперативно решать эту проблему и не откладывать долгие ящики. То есть если у вас возникло это, отследили, решили, починили, все. Ну, довольно конкретно звучит. Спасибо тебе еще раз большое за доклад. Спасибо. Спасибо.